Друзья, здравствуйте! Меня зовут Инна. Я живу и работаю в Италии большую часть своей сознательной жизни. По профессии — гид. Я провожу авторские экскурсии по Риму, Ватикану и Витербо. Рада приветствовать вас на канале «Искусство вечно». И мне очень приятно, что я являюсь одним из организаторов этого необыкновенного проекта, который объединяет любителей прекрасного. История искусства Рима, вы знаете, это бесконечный сериал. У гостей Вечного города огромный выбор разнообразных маршрутов. Один день в античном Риме, другой день — Рим христианский, Рим с высоты птичьего полета, Рим эпохи барокко, легенды и предания Вечного города, шедевры галереи Боргеза. Можно долго перечислять маршруты. Однако одним из самых популярных маршрутов является Ватикан. И я больше чем уверена, что первые ассоциации, которые у вас возникли, когда я произнесла это слово, ну, конечно же, Сикстинская капелла, Станцы Рафаэля. Это, конечно же, имена великих Рафаэля, Микеланджело. Конечно же, в Ватикане прекрасно представлена античная скульптура. Все верно. Но сегодня я хочу пригласить вас вместе со мной совершить путешествие в секретные покои Борджа. Однажды в апартаменты Борджа могли попасть лишь только особо приглашенные гости. А в наши дни они являются частью музейного комплекса. Потрясающие росписи, которые сохранились до наших времен, переносят нас в мир эпохи Возрождения. Тайны, секреты, интриги, курьезы. И во время нашего сегодняшнего эфира вы узнаете лишь только достоверные факты о семействе Борджа, детально рассмотрите некоторые фрески, которыми в свое время любовался сам Папа Римский, Александр VI. И на примере некоторых персонажей я вас познакомлю с вип-личностями конца XV века. Главными героями станут Папа Римский, Александр VI Борджа, в честь которого были названы апартаменты и его приближенные. О них до сих пор слагают легенды, пишут романы, сплетничают, снимают сериалы. В нашем сегодняшнем эфире мы не обсуждаем сплетни и сериалы. Мы опираемся на документы, вещественные доказательства и факты, оставленные современниками. Начнем с того, что Александр VI Борджа – это реальный исторический персонаж. И я думаю, что вы узнали, что на этом портрете изображен именно он. Испанец по происхождению Родриго Борха. Борджа – так звучит эта фамилия на итальянский манер. Представьте себе, он получил блестящее образование в Болонском университете всего лишь за 16 месяцев. Как правило, у обычных студентов на учебу уходило 5-6 лет, но молодой человек очень сильно торопился. Еще бы, ему предстояло стать важным, высокопоставленным лицом католической церкви. В возрасте 25 лет молодой человек по имени Родриго был назначен кардиналом благодаря своему дядюшке, папе римскому, каликсту III. Иными словами, речь идет о так называемом «кумовстве», понятии, отражающем действительную неотвратимую реальность именно того времени, конца XV века. И это был не единичный случай. О молодом Борджа много чего говорили. О нем говорили «молод годами, но зрел рассудком». И после смерти дядюшки, а каликст умер в 1458 году, на протяжении 34 лет кардиналу удавал влаживать взаимовыгодные отношения с последующими папами римскими. И при этом он оставался на высоких должностях, все-таки вице-канцлер священной канцелярии. И он всеми правдами и неправдами имел высокий доход. Он был отличным дипломатом, хорошо известен, обаятелен, богат. Ну а то, что у него были дети, которых кардинал признавал своими, так и предыдущий Иннокентий был заботливым отцом. И только в 1492 году, в возрасте 61 года, во время канклава, который впервые состоялся в Сикстинской капелле, кардинал Рудриго Борджа был избран папой римским. И назвал он себя Александром VI. Рим был велик при Цезаре, но и при Александре Великом он станет еще более великим. Он мог позволить себе сказать такую фразу. Итак, друзья, давайте подумаем, что же произошло в 1492 году. Конец света или начало новой истории. Итак, именно в 1492 году Христофор Колумба раздит неизвестные моря и океаны, официально открывает новый путь в новый свет. А султан Боязид справедливо принимает в Османской империи изданных из Испании евреев. Во Флоренции умирает Лоренцо Великолепный, а на главных площадях проповедует доминиканский монах Савонарола и вещает всем о подвешенном мече божественной справедливости. В 1492 году Микеланджело исполнилось 17 лет, а Рафаэлю всего лишь 9. Сегодня мы не станем обсуждать сюжеты сериалов. Мы взглянем на события конца XV века, а именно мы взглянем на события глазами художника, звездный час которого настал во времена правления Александра VI Борджа. Папа Римский мог выбрать себе любого живописца, чтобы украсить свои покои, но однако же он решил пригласить самого праздничного по духу и краскам. И этого художника звали Бернардино Ди Бетто. У Бернардино Ди Бетто было прозвище Пинту Рикьё. Вот давайте взглянем на его портрет. Он родом из Умбрии и наравне с Перу Джино считался одним из престижных художников своего времени. Пользовался огромным успехом у заказчиков и ценителей фресковой живописи. Но коллеги его не считали хорошим художником. И мне бы хотелось зачитать комментарии Джорджо Вазари. А Джорджо Вазари у нас знаменитый не только художник, но еще и писатель. В нескольких томах он описал произведения самых знаменитых художников не только своего времени. Итак, что же писал Джорджо Вазари о Пинту Рикьё? Бернардино Ди Бетто, Пинту Рикьё из Перу Джи, который хоть и выполнял много работы, получал помощь от многих, тем не менее приобрел гораздо большую известность, чем его произведения этого заслуживают. Но, однако, он был человеком в крупных работах весьма опытным и всегда держал при себе отличных помощников. Так Джорджо Вазари описывает Пинту Рикьё. Причем мы можем сделать вывод, что Бернардино Ди Бетто, как правило, работал не один. Ему помогала целая команда помощников. Причем художники не могли заниматься самодеятельностью в папских апартаментах. Мастера четко следовали указаниям заказчика. Итак, друзья, мы с вами перемещаемся в старинные апартаменты, апартаменты Борджа, а точнее первый зал, в котором мы оказываемся, это так называемый зал пророков и Сивил. Дело в том, что Бернардино Ди Бетто посвятил два года своей жизни, чтобы расписать эти апартаменты и проработать два года, украсить несколько залов, это очень хороший результат. Это очень быстро. И это очень нравилось заказчику. То есть мы ведем речь о том, что апартаменты составляют, включая в себя несколько залов, каждый из которых украшен уникальными росписями. Причем речь идет не только о фресковой живописи. Были применены различные техники, и о них я расскажу вам чуть позже и поподробнее. В зависимости от сюжетов каждый зал получил свое название, и мы понимаем, что названия залам были даны условные. И первый зал, в котором оказываются туристы, когда делают переход из танца Рафаэля в секстинскую капеллу, это зал Сивил. И он получил такое название, потому как свод украшают пророки и Сивилы. И пророки и Сивилы смогли предсказать рождение Иисуса Христа. Первое, что бросается в глаза туристам, это артефакты современного искусства. А за спиной еще и толпа, помещения сами по себе небольшие, и неискушенный посетитель движется вперед и абсолютно не обращает внимания на то, что изображено непосредственно на потолке на своде. А секрет именно в том, чтобы остановиться, запрокинуть голову и начать рассматривать свод. Ведь на потолке в люнетах, еще раз повторюсь, сказав, изображены языческие предсказательницы будущего Сивилы и ветхозаветные пророки. И все они держат в руках свитки, в которых говорится о пришествии Мессии. Есть один очень интересный момент, и не хочется сравнивать, но, тем не менее, 14 годами позже, в 1508 году, через 14 лет, Микеланджело Буонаротти начнет расписывать свод Сикстинской капеллы, и тема пророков из Сивил повторится, но совершенно в другой интерпретации. Хотелось бы ваше внимание также обратить на восьмиугольные медальоны, на которых изображены семь крупнейших планет. Итак, я вам покажу один из таких медальонов. Вот он как выглядит. На самом деле их всего восемь. Восемь медальонов, они семь крупнейших планет и соответствующие божества. Но какие именно, я перечислю, это Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, Луна. Вы видите прекрасную Венеру. И Венера мчится на колеснице, и ее колесницу влекут не голубки, а быки. Ведь именно бык являлся одним из символов семейства Борджа. Символика Борджа присутствует повсюду, во всех залах, и причем неоднократно. И я думаю, что вам будет интересно взглянуть на герб Александра VI Борджа. Выглядит он именно так. Ну-ка взгляните. Есть еще один вариант. Хотелось бы, чтобы вы увидели именно герб, который был изображен во время направления самого Папы Римского. И вы видите, что герб разделен на две части. С левой стороны изображен бык, но не только символ семейства Борджа, но и всей Испании. А с правой стороны вы видите полосы. И они как раз-таки имеют отношение к тому, что семейство Борджа было связано с арагонскими королями. Итак, из зала Сивил мы с вами переместимся в следующий зал, который называется «Зал символа веры». Но прежде чем мы с вами в него перейдем, мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на свод зала Сивил в очередной раз. Как это все красиво смотрится, производит впечатления, роскоши, богатства. Важно остановиться в нужное время и в нужный момент. Итак, друзья, из зала Сивил мы переходим в зал символа веры. И мы понимаем, что название этого зала довольно-таки условное. Ведь в люнетах этого зала на своде изображены пророки и апостолы. В руках у них свитки. На свитках тексты символа веры и откровения пророков. Таким образом, подчеркивается связь Ветхого и Нового Заветов. Название «Зал свободных искусств» довольно-таки условное. На самом деле в этом зале когда-то располагалась библиотека и личный кабинет Папы Римского Александра VI Борджа. Поэтому если задуматься, оказаться в этом зале, то в нем решали судьбы многих стран Европы, судьбы многих людей, современников, тех, кто проживал в конце XV века. Церемонии миссер Папского двора Иоганн Бурхарт в своем дневнике о римских городских делах называет эту комнату «Палатой попугаев». Почему? А потому что окна выходили во внутренний дворик апостольского дворца. Он так и назывался «Двор попугаев». В нем был сад с редкими растениями, экзотическими животными и птицами. Но, естественно, редкой птицей в конце XV века, в начале XVI являлся попугай. «Зал свободных искусств» – это название не случайно, раз в этом зале располагалась библиотека. Естественно, у стен были установлены стеллажи с книгами. И зал был назван в честь дисциплин предметов, которые входили в состав средневековой системы образования. И что именно это за дисциплины? Я их назову. Это грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. И считалось, что именно эти дисциплины способствуют разностороннему развитию личности. Пентурикио изобразил семь привлекательных девушек, сидящих на тронах. И каждая из них олицетворяет одну из дисциплин. В данный момент мы с вами видим одну из дисциплин, которая олицетворяет, конечно же, музыку. И обратите внимание, что все вокруг играют на музыкальных инструментах, эпохи Возрождения. Из зала свободных искусств мы сразу же с вами перейдем в следующий зал, зал святых. Восторг. И вы заметили, что в этих старинных апартаментах размещены экспонаты. Вы скажете, почему такие странные экспонаты? Да потому что в этих апартаментах размещен музей современного искусства. Вот совместить несовместимое. Это, конечно, очень здорово. Но мы сейчас с вами на некоторых сюжетах из жизни святых остановимся чуточку подробнее, что это своего рода иллюстрации, в которых одновременно разворачивается несколько событий, а в образах изображены современники художника или нашего главного героя Александра VI. И вот на одной из стен можно увидеть именно вот это изображение мученичества святого Себастьяна. Мы с вами видим, что святой привязан к колонне. Он смотрит на ангела, посланного, чтобы утешить его. С двух сторон стоят лучники. И вот обратите внимание, что кто-то из этих лучников изображен в античных римских одеждах. Вот это те лучники, которые изображены слева. А некоторые из них одеты по последней моде, по последней моде конца XV века. И на горизонте виднеется Колизей и Палатинский холм, место будущей казни святого Себастьяна. Святой Себастьян принял мученическую смерть в Риме, на Палатинском холме во времена правления императора Диоклициана. Он был пронзен стрелами. Диспут святой Екатерины Александрийской. Мне хотелось бы вам напомнить о святой Екатерине. Ведь она родилась в Александрии в конце III века. И к XVIII годам девушка получила блестящее образование. Она отличалась редкой красотой, глубокими знаниями, риторики, философии, медицины. Она прочитала множество книг, античных поэтов и историков, и говорила на разных языках. И, конечно же, юноши из разных семей, знатных семей, они просили ее руки, но напрасно, потому что Екатерина всем объявила о том, что выйдет замуж только за того, кто будет ей подобен по знатности рода, по богатству, по красоте. Ну а самое главное, по мудрости. Она нашла себе жениха сама. Жених нашелся, небесный жених. Екатерина сподобилась стать невестой Христовой. И согласно преданию, император Максимин вынудил девушку участвовать в диспуте с мудрецами императорского дворца. Но... И вот давайте-ка обратим внимание на то, что ее, скажем, тонкая фигурка, она очень четко выделяется среди множества персонажей. Он выписал детали, в особенности детали одежды. Вот обратите внимание, на платье святой, на ее головной убор, одеяние придворных и философов, такой потрясающий трон императора, расшитое седло лошади, цветочки на лугу, во всех деталях. Только вот действие это происходит не в Александрии, а в Риме. Об этом свидетельствует триумфальная арка. Она очень похожа на арку Константина, но только увенчана она статуей быка, геродическим символом Александра VI Борджа. И на этой арке есть надпись, и она гласит «Пачи скульптори», что значит «Хранителю мира». То есть мы с вами ведем речь о живописи эпохи Возрождения. Это значит, что в некоторых изображенных персонажах можно узнать современников папского двора. И у нас есть предположение, что в образе прекрасной Екатерины изображена родная дочь Александра VI Борджа, дочь, которую звали Лукрецией. Вот она какая, прям перед вами, белокурая красавица. И если вдруг у вас возникнет вопрос, ну на самом деле скажите, сколько у Александра VI было детей? Ну, дети появились у Александра VI, когда он был еще кардиналом. И сколько их было на самом деле, никто не знает. Но есть достоверные источники, что от некой Ваноци Катани у него было четверо детей. Чезаре, Джованни, дочь Лукреция и Джуфре. Вот. Итак, образ прекрасной Лукреции в массовой культуре, он сложился очень негативным. И широкую известность при обетравлениях и убийствах в семействе Борджа. Но, скажем, в тот период, когда Бернардино де Бетто расписывал апартаменты, Лукреции было ни много ни мало. В образе изображена прекрасная Лукреция. Ей было всего лишь 13 лет. И она за свою жизнь, жизнь ее была недолгой, она успела побывать замужем три раза. Причем все три раза женихов выбирал родной отец. Итак, под номером один у нас Джованни Сфорца. Я думаю, что вам будет интересен этот момент. Развеем слухи о том и мифы о том, что Лукреция была кровожадной, ужасной женщиной. Мне почему-то так не кажется. Но у каждого из нас свой взгляд на те или иные исторические события. Но тем не менее, когда ей было всего лишь 12 лет, ее впервые решили выдать замуж. Нашли прекрасного жениха Джованни Сфорца. Ему 25 лет. Джованни Сфорца пообещали 31 тысячу дукатов. Это прекрасное преданное. Если перевести эту сумму на современные деньги, то это ни много ни мало, около 5 миллионов евро. Первые месяцы брака мужа к жене не подпускали, потому что жена считалась еще слишком юной для супружеской постели. Ну а что было дальше? Свечку никто не держал. И Лукреция и Джованни нашли общий язык. И жили бы они долго и счастливо, если бы через 4 года не изменилась политическая ситуация. Их союз не был выгоден для папы римского. И он предложил зятю вариант дать согласие на развод по причине того, что брак не был консумирован. Все очень просто. И не желая стать предметом на свежек, Бениага Джованни отказывался от развода. Он утверждал, что в личной жизни у него с женой все абсолютно в порядке. И была создана специальная комиссия. Это, кстати, не единичный случай. Есть такие в истории. И эта комиссия предложила Джованни следующее. То есть... ...бессилие. Ну и, естественно, брак официально потерял силу. И вот с этого самого момента Джованни был опозорен публично. И стали появляться в Риме слухи о том, что Лукреция была особенной. Стали распространяться слухи об инцесте между бывшей женой Сфорца и ее родным отцом. Так что было и такое. Во второй раз Лукрецию выдали замуж за Альфонса Арагонского. Он был внебрачным сыном неаполитанского короля. И Лукреция и Альфонса наверняка полюбили друг друга с первого взгляда. Все было замечательно. То есть в момент свадьбы жениху было 17 лет, невесте 18. И опять бы жить бы долго и счастливо. Но все закончилось очень плохо. Второй муж был зверски убит. И причем наверняка был кто-то замешан из семейства Борджа. В третий раз, это жених номер три, вы видите его на картинке, его портрет. И в третий раз Александр VI нашел более выгодную партию для своей дочери. Ее руку и сердце предложили молодому вдовцу Альфонсо Десте, старшему сыну и наследнику герцога Ферраре. И первоначально отец и сын отказывались от руки Лукреции из-за ее дурной репутации. Но давление французского короля огромное, приданное. То есть пообещали приданное в 100 тысяч дукатов. Это 16 миллионов евро на современные деньги. И в общем-то ничего не оставалось Альфонсо Десте, как жениться на прекрасной Лукреции. И она действительно была прекрасна. Смотрите, как ее описывает феррарский посол. Мадонна Лукреция в высшей степени умна и прекрасна, а также исключительно любезна. Она скромна, у нее нежное сердце и прекрасные манеры. Более того, она истинная, богобоязненная христианка. И при дворе герцогов Десте у Лукреции была прекрасная репутация, женщины мудрой, добродетельной. Она, к сожалению, прожила всего лишь 39 лет, умерла во время родов в 1519 году с детей. И отчасти, благодаря Лукреции, недалеко от Рима, в городке Тиволи, появилась роскошная вилла Десте. Ее основателем стал Ипполит Десте. Кардинал Ипполит Десте, он был сыном Лукреции и герцога Феррарского. Так что мы немножко с вами отвлеклись от темы, потому что тема Лукреции, Борджа, она всегда вызывает огромный интерес. И мне бы хотелось вам показать других персонажей. Давайте-ка взглянем в особенности, давайте-ка рассмотрим вот этого странного персонажа в белом тюрбане. Кто же это такой? Это необычный персонаж вот с восточными чертами лица, а на самом деле это Джем. Его звали Джем, и он был братом султана Боязида. После смерти отца Джем претендовал на османский трон. И дело дошло до гражданской войны. Так случилось, что Джем был вынужден бежать в Египет, а затем он оказался на острове Родос. Был переправлен госпитальерами во Францию и передан, затем передан Папе Римскому Боязид. Султан Боязид платил ежегодно Папе Римскому 40-45 тысяч дукатов только за то, чтобы Джем оставался в Европе под охраной и не возвращался на родину. Есть еще один интересный персонаж. Вот хотелось бы обратить ваше внимание на образ императора на троне. И есть предположение, что в этом образе изображен Чезаре Борджа, который был братом Лукреции и сыном нашего главного героя Александра Шестого Борджа. Друзья, мы продолжаем наше путешествие по апартаментам Борджа. И сейчас мы оказались в так называемом зале Таинств Веры. И в люнетах изображены представлены, скажем так, семь Таинств из жизни Христа и Девы Марии. Так, шедевр Пентурикио преска под названием «Воскресение Иисуса Христа». Александр Шестой Борджа является свидетелем этого важного события. И слева вместо коленопреклоненной Девы Марии изображен очень даже выразительный портрет Александра Шестого в пышных золотых одеяниях, усыпанных крупными драгоценными камнями, у ног папская тиара, он является свидетелем события. А на втором плане, вот прямо за гробом Господнем, там под Иисусом Христом, нам отсюда не видно, поэтому вам сейчас придется поверить мне на слово, впервые в истории изображены индейцы. Дело в том, что в октябре 1492 года Христофор Колумб вернулся из экспедиции, он привез подарки испанским королям Фердинандо Изабелле и захватил с собой несколько туземцев, которых демонстрировал при испанском дворе. И скорее всего папский легат устно или письменно рассказал о них папе римскому, а тот заказал их изображение Пентурикио, которое написало эту фреску в 1494 году. И судя по всему, Пентурикио и его помощники изобразили индейцев лишь только по описаниям. Они их никогда и в жизни даже не видели. Недавно реставрационные работы смогли доказать, что техника фресковой живописи в апартаментах Борджа чередовалась с письмом по сухой основе с использованием гипса и клея. Есть еще один особенный зал. Он, кстати, служил для того, чтобы проводить особые важные церемонии. В нем принимали особо важных гостей. Это так называемый зал понтификов. Вот он как выглядит сейчас в наше время и в наши дни. И с этим залом связана одна удивительная история. Ее описал папский церемоний мейстер Иоганн Бурхарт. Он писал, что однажды в 1500 году именно в этом зале обрушился потолок. И все это произошло в присутствии Александра Шестого Борджа. При этом погибло несколько человек, а папа римский чудом уцелел. Поэтому зал понтификов был полностью перестроен и фрески, которые украшают потолок, они датируются началом XVI века, они были созданы учениками Рафаэля во времена правления папы римского из династии Мидычи Льва X. Удивительная роспись, потому что на своде зала можно увидеть зодиакальные созвездия и планеты всевозможные, знаки зодиака. А зал понтификов назывался так потому, что в люнетах вы видите, что они остались пустыми, когда-то были изображены портреты пап римских. К сожалению, эти портреты не сохранились, остались лишь только имена, но тем не менее зал сохранил такое название зал понтификов. Ну а это помещение возможно являлось опочивальней папы римского Александра VI. Залов немного, их всего-навсего, раз, два, три, четыре, пять. И после смерти папы римского они были закрыты на протяжении многих веков. Несмотря на всю красоту, на вот эти потрясающие и фрески, и лепнину, и золото, и ярко-синий цвет, после смерти Александра VI никто из пап римских не захотел остаться здесь жить. Апартаменты были закрыты и опечатаны на несколько веков. В 1816 году по приказу Пия VII в бывших папских апартаментах XV века разместили пинокотеку. А чуть позже апартаменты были отреставрированы и открыты. то есть во времена Александра VI Борджа в них могли попасть лишь только особо приглашенные. Вот в наше время, в наши дни апартаменты может посетить любой желающий. В старинных апартаментах размещен музей современного искусства. И это уже совершенно другая история, которая рано или поздно появится на канале «Искусство вечно». Я Инна, гид по Риму и Ватикану благодарю вас за то, что вы следовали за мной не только по залам, их было немного, но все же надеюсь, что вам было интересно, что вы четко следовали тонкой нити моего рассказа. Я приглашаю вас на мои авторские эксу, ваши комментарии, ваши впечатления и ваши пожелания. Подписывайтесь на наш канал YouTube, не забудьте установить колокольчик на канале, чтобы не пропустить самое интересное. Ари Вадерчи!